Корейский Новый год, называется он Саллаль, отмечают три дня. В первый день лунно-солнечного календаря, за день до и день после. В этом году он пришелся на 22 января. Это семейный праздник. Александр Цой – этнический кореец, но живет в Самаре. Рассказывает, в этот день он, а также его брат и сестра со своими семьями с самого утра пришли в гости к маме. Всегда рано утром дети, внуки приходят участвовать взрослых, стариков, пожилых. И дедушки, бабушки всегда вручают денежки. Ну, то есть делает младшее поколение поклон в знак уважения. Александр родился в Средней Азии. В Самару приехал поступать в институт. Теперь работает преподавателем компьютерных курсов. Сюда же переехали и его родные. В Корее впервые побывал уже взрослым человеком, но вся его семья чтит традиции этой страны. И на саль-лаль непременно готовит семь праздничных блюд. Традиционно это суп, ну так скажем, с клетками. Это такой традиционный, именно саль-лаль, чтобы клетки символизируют достаток, успех. Это рисовые такие маленькие клетки. Жительница Самарской области Евгения Белова в Корее живет уже шесть лет. Выучила язык, заканчивает обучение в университете на художника-аниматора. И пишет книги. Планирует издать сказку на корейском языке. Вот что она рассказывает о том, как сейчас в Корее готовится к празднованию Нового года. Народу в магазине, как и перед нашим Новым годом, очень много. Только эти люди охотятся за банками с зеленым горошком. Но конкретно вот эти за морепродуктами. Например, королевские крабы. Здесь в подарок даже свежую рыбу подготовили. И тоже вот так ее упаковывают. А на противоположной полке мясо большие мясные наборы. Корейцы любят прокушать и любят прокушать хорошо. На Новый год обычно корейцы дарят друг другу большие наборы фруктов, мяса, каких-то полезных овощей. Но самый популярный подарок – это женьшень. Вот в таких огромных коробках. Либо такой женьшень, либо женьшень уже в пакетиках сладких. Главное украшение новогоднего стола в Корее – это не кость и не телевизор, а вот такие рисовые пирожные. Внутри чаще всего начинка из красной фасоли, а из вот этих рисовых клеток готовится традиционный рисовый суп. Новогодним суп считается в первую очередь из-за своего белого цвета. Таким образом, корейцы верят, что начав Новый год с тарелки Ток Кука, можно начать жизнь с чистого листа. Если у нас в России самое праздничное время – это полночь 31 на 1 января, то в Корее это утро Нового года. Первое утро Нового года нужно начать с тарелки рисового супа. На Новый год в Корее принято надевать национальный костюм – ханбок, и даже нарешать домашних питомцев. А еще люди стараются поехать поближе к Востоку, чтобы первыми встретить солнце Нового года. Возможно, встретить Саллаль у моря ездили некоторые корейцы, проживающие в Самаре, но большинство из них 22 января отметили Новый год дома. А 29-го соберутся в Доме дружбы народов, где гостей ждут национальные корейские игры и праздничный концерт. Виктория Шарая, Николай Сидоров, а также Евгения Белова. Специально для телеканала «Самара ГИС» из Южной Кореи. События.